Сегодня у нас на повестке дня третья и скорее всего финальная часть редких и необычных сабмишенов из мира ММА, так что для тех кто пропустил первые две серии, ссылки будут в описании. Открывает наш хит-парад сабмишенов молодой Дэн Хендерсон и его выступление в Бразилии в 97 году. Это был дебют Хэнда в боях без правил и он принял участие в турнире из четырех бойцов. Выиграв первый поединок досрочно он прошел в финал турнира, где сразился с Эриком Смитом, еще одним борцом, который представлял команду Марка Коллмана. В начале боя Эрик прошел в ноги, но вместо перевода в партер попался в железные щупальца Хенда и смертельную гильотину, из которой был только один выход, а именно в глубокий сон. Вот так Хендерсон выиграл бой уже на 30 секунде и стал чемпионом того турнира, а после этого триумфа он съездил в UFC и также одержал победу в турнире четверки. Теперь мы перемещаемся в Японию и вспомним одного из китов прайда Антонио Родриго Нагейру, который блеснул своим джиу-джитсу в 2004. Первый поединок Антонио состоялся в рамках первого этапа гран-при, о котором я ранее уже рассказывал. Его соперником стал японский непобежденный джудаист с рекордом 10-0 Хиротака Якои. Во втором раунде японец после одной из попыток провести тейкдаун попался на удушайший прием Анаконда и был красиво финиширован Нагейрой. Вот так Минотавр открыл свой сезон охоты, который получил продолжение на следующей стадии турнира, а его мишенью стал техасский бешеный конь. Именно такое прозвище было у Хита Херинга, которого он, кстати, ранее уже бил решением. В этом бою было все как под копирку его прошлой победы. Проход в ноги, спролл и еще один финиш анакондой. Так что в 2004-м Минотавр сумел заанакондить сразу двоих оппонентов, но это ему все равно не помогло стать чемпионом того гран-при, так как в финале ему попался Федор. После приятных воспоминаний о подвигах Минотавра переходим к чуть менее популярному и звездному бразильскому мастеру Рената Сабралу, который вышел на бой с африканским ассасином Рамид Ериса Куджул в новосозданной организации Affliction в 2009-м, на том самом турнире, на котором Федор потушил Андрея Орловского. Почти весь второй раунд Сакуджу провел на канвасе под прессингом Сабрала, а когда он попытался встать на ноги, попался на удушение Брабу или же Дарт Стелк, который очень активно использует всеми известный Тони Фергюсон. И на счету Эль Кукуя уже три задушенных тела этим приемом, а именно Майк Рио, Ланда Ваната и Эдсен Барбоза. В этом выпуске нашлось место и для девушки, а именно для горячей каратистки Мишель Уотерсон, которая в 2010 году за 15 секунд финишировала Росарио Калифана висячкой и одержала седьмую победу на своем пути в UFC, куда она попала спустя пять лет. После коротенького свидания с горячей каратисткой переходим в еще одну не самую популярную лигу мира – WWFC, чтобы вспомнить поединок Кирилла Горобца и Гасана Азизова, который состоялся в марте 2019-го. В этом бою Кирилл проявил фантазию и сумел выиграть бой досрочно уже на первых минутах с помощью не самого популярного, но довольно интересного приема – банана-сплит. И я даже не помню, проводил ли кто-то данный сабмишн в UFC. И если кто в курсе, напишите в комментариях, что это был за поединок. Далее у нас эксклюзивный показ, так как прием, которым финишировал соперник от Джамал Букнер, поистине уникальный. Джамал, для которого, кстати, эта встреча стала единственной в карьере, провел скручивание стопы, и его уникальность состояла в том, что он сделал это стоя. При этом, как оказалось, эта победа принесла ему еще и чемпионский пояс, так что для этого парня тот триумфальный вечер запомнился по-настоящему. В продолжении темы уникальных сабмишнов нельзя не остановиться на поединке еще двух малоизвестных бойцов – Зака Куха и Джоша Гильярда. По ходу боя Джош сумел забрать ногу соперника на рычаг колена, но после неудачной попытки провести сабмишн он перешел на канарейку, и если обычно она делается с помощью ноги, то в случае с Джошем ногу отлично заменила рука. Ну и напоследок, самый редкий прием, который мы вряд ли еще увидим, так как по нынешним правилам такие действия уже запрещены. Это была встреча звезды 90-х Танка Эббота и чемпиона третьего турнира UFC, Ниндзя Копа Стива Дженума на турнире Ultimate Ultimate 95. Танк уже по традиции начинает очень агрессивно и через оверхенд переводит Стива в бартер, после чего он протирает соперником канвас и проводит тот самый неповторимый болевой прием. Дэвид просто-напросто своей головой вдавил голову оппонента в сетку и заставил Стива постучать и сдаться. Так что видимо в Ниндзюцу Стива не обучали защите от таких нестандартных болевых приемов. Но у меня на сегодня все друзья, если вам понравилось мое видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также приглашаю вас в мой инстаграм, в котором я рассказываю про всех чемпионов UFC по порядку, плюс ко всему именно там я делюсь анонсами о предстоящих видео, но еще есть рубрика нокауты и сабмишены, которые я тоже там публикую, так что переходите и подписывайтесь, ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok